Цифровая диета. Как победить зависимость от гаджетов и технологий. Автор Дэниел Сиберг. Озвучено каналом Financial God. Введение. Цифровая диета – это то, что нужно миллионам взрослых и детей, не выпускающих из рук смартфоны и почти переставшим отличать реальный мир от виртуального. Мы стали внимательнее относиться к тому, что мы едим и пьем, но не всегда отдаем себе отчет в том, какое влияние оказывают на нас технологии, буквально захлестнувшие мир в последние годы. В отличие от продуктов, на гаджетах и сайтах нет информации о питательной ценности, и никто не регулирует количество потребляемых технологий и не какие из них вредны. Данная книга помогает разобраться в том, как потреблять технологии без вреда для здоровья, семейной и социальной жизни. Автор, журналист, пишущий о технологиях для ведущих американских изданий, испытал на себе цифровую зависимость, которая почти разрушила его семью и лишила общения с близкими людьми, в то время как у него было 1664 друга на Facebook и почти тысяча подписчиков в Twitter. Осознав, насколько серьезна и глобальна проблема технологической зависимости, Дэниел Сиберг разработал 28-дневную цифровую диету, состоящую из четырех этапов. Диета помогает скорректировать аппетит к технологиям и обрести свободу от всевозможных мобильных устройств. Автор уверен, что технологии необходимы, они делают жизнь проще и интересней, но при условии, что люди управляют технологиями, а не наоборот. Сидеть на цифровой диете довольно легко. Автор подробно описывает, что и в какой день делать. Предлагает нескучные упражнения для закрепления эффекта диеты и развлекает обзорами различных программ и приложений, которые помогут оптимизировать работу за компьютером, поддерживать интеллектуальную и физическую форму, и с пользой проводить свободное время. Глава 1. Цифровая зависимость. Зависимы ли вы? Чтобы определить, коснулась ли вас цифровая зависимость, нужно честно ответить на следующие вопросы. Бывает ли так, что у вас возникает желание достать смартфон во время важного разговора? Замечали ли вы, что набираете сообщения, когда ваш ребенок рассказывает о том, как прошел его день в школе, а позже не можете вспомнить, о чем он говорил? Возникало ли у вас ощущение, что какое-то событие не произошло по-настоящему, пока вы не написали о нем в Facebook или Twitter? Приходилось ли вам задумываться о том, что до того, как появились современные гаджеты, вы уделяли реальной жизни больше внимания? Начинает ли у вас сильнее биться сердце, когда на смартфон приходит новое сообщение? Может ли звонящий или вибрирующий телефон оторвать вас от чего угодно? Часто ли вы видите спину своего ребенка или супруга на фоне видеоигры? Испытываете ли вы беспокойство, если долго не выходите в интернет? Набираете ли вы сообщения за рулем? Бывает ли так, что члены вашей семьи находятся в одной комнате, но не разговаривают друг с другом, потому что каждый занят своим гаджетом? Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, вы попали в ловушку современных технологий, и цифровая диета вам действительно необходима – многозадачность. Термин «многозадачность», первоначально относившийся к работе компьютеров, эта машина может производить множество вычислений в режиме многозадачности. Стал в последнее время предметом личной гордости. Я отлично работаю в режиме многозадачности. Несмотря на то, что упоминания об умении работать в многозадачной среде украшают резюме, специалисты полагают, что многозадачность в интернете снижает способность качественно выполнять задания и доводить начатое до конца. Исследование, проводившееся в 2009 году в Стэнфордском университете, показало, что основная проблема людей, увлекающихся многозадачностью, в том, что они не умеют отфильтровывать неважные дела. Авторы исследования обнаружили, что эти люди легко отвлекаются и не способны игнорировать информацию, не относящуюся к делу. Ученые пришли к выводу, что чем больше гаджетов мы используем, тем больше отвлекаемся и менее эффективно работаем. Во время цифровой диеты нужно научиться полностью концентрироваться на одном деле. Найдите время почитать с детьми, разберите шкаф. Постепенно включите это новое умение в общение с технологиями. Напишите небольшое, но содержательное электронное письмо другу. Медленно разберите цифровой фотоархив вместе с членами семьи, вновь переживая яркие моменты. Реальная и виртуальная жизнь. С появлением социальных сетей экран монитора стал зеркалом, в котором мы видим не реальных себя, а созданный в интернете образ. Мы создаем историю своей жизни для тех, кого знаем по социальным сетям, создавая по сути свой аватар. В виртуальной среде принято поддерживать имидж успешного человека, демонстрировать радостное настроение, заставляя виртуальных друзей завидовать и пытаться показаться еще богаче, удачливее и интереснее. Мы начинаем оценивать себя по количеству подписчиков и друзей. Граница между реальным и виртуальным начинает стираться, что вредит отношениям с близкими людьми. Электронные дни. В книге используется термин «электронный день», который обозначает время, потраченное в течение дня на технологии. Очень важно установить его четкие временные границы, чтобы он не занимал целые сутки. Автор советует не использовать смартфон в качестве будильника, чтобы можно было начать электронный день не сразу после пробуждения, а, например, после завтрака. Определите время, когда вы не просто отложите гаджеты, а выключите их. Пусть все члены семьи отправят устройство на зарядку и просто пообщаются, почитают, поиграют в скрэбл или шахматы. Можно погулять перед сном, покататься на велосипедах или роликах. Цифровой хлам. Все мы незаметно превратились в цифровых барахольщиков. У нас накопилось столько цифровых фотографий и электронных писем, что нам уже не под силу в них разобраться. Автор предлагает распечатывать письма и фотографии, которые представляют для нас наибольшую ценность, и не хранить терабайты цифрового хлама, количество которого продолжает расти. Если вы удалите ненужные сообщения и электронный мусор с различных устройств, то почувствуете, насколько легче стало вашему мозгу. Очищенные от лишнего груза приложения будут работать быстрее. Жена автора оформила альбом, в которой вклеила письма и сообщения за 2001 год, когда они только начали встречаться. Гораздо приятнее иметь осязаемую, а не цифровую семейную летопись. Индекс виртуального веса. По аналогии с индексом массы тела, имт самой распространенной единицей измерения веса, автор предлагает измерять индекс виртуального веса ИВ. Вычисляется он следующим образом, за каждый. Имеющийся у вас смартфон, добавьте 3 очка. Социальную сеть, добавьте 4 очка. Ноутбук, добавьте 1 очко. Устройство типа планшета или iPad, добавьте 2 очка. Используемый вами адрес электронной почты, добавьте 2 очка. Используемую вами услугу передачи сообщений на сотовом телефоне, добавьте 5 очков. Используемую вами учетную запись в онлайн-игре, добавьте 7 очков. Настольный компьютер, добавьте 1 очко. Электронную книгу, добавьте 1 очко. Цифровую камеру, добавьте 1 очко. Дополнительный гаджет, требующий зарядного устройства, не попадающий в перечисленные категории, добавьте 1 очко. Блок, который вы ведете или комментируете, добавьте 2 очка. На данном этапе показатели IF расшифровываются следующим образом. Менее 25. Низкое значение IF. Цифровая диета поможет вам рационализировать использование электронных устройств и избавит вас от стресса. 25. 35. Среднее значение IF. Цифровая диета поможет не сойти с ума от технологий и стать более организованным 36 и выше. Цифровая диета может полностью изменить вашу жизнь. Не стоит паниковать, если ваш IF больше нормы. Первым делом обведите учетные записи и услуги, которыми вы не пользуетесь более полугода. При следующем выходе в интернет закройте или отключите их. Это поможет работать за компьютером более продуктивно. Отпишитесь от спама, устройте уборку в ящике для входящих. Теперь вернитесь к блокноту с вычислениями IF и выполните следующий этап, взяв за основу типичный день. За каждые 20 писем, отправленных по электронной почте, добавьте 2 очка. За каждые 10 смс, отправленных за день, добавьте 2 очка. За каждое обновление соцсети, сделанное за день, добавьте 3 очка. За каждый разговор с помощью обмена мгновенными сообщениями, добавьте 3 очка. За каждые 15 минут разговора по сотовому телефону, добавьте 2 очка. После этого ваш IF вырастет, но это должно не расстраивать, а мотивировать. Запомните свой IF как напоминание о том, насколько вы злоупотребляете всевозможными устройствами. К концу диеты вы, вероятно, откажетесь от некоторых гаджетов и услуг или измените способ и время их использования. Главный результат диеты – умеренность. Глава 2. Диета. Основная цель цифровой диеты – обрести контроль над технологиями, улучшить коммуникации и вернуться к полноценной реальной жизни. Первый этап предполагает технологическое голодание. На следующем этапе нужно оценить каждое устройство и инструмент, которым вы пользуетесь. В основной части диеты предстоит выяснить, какие устройства и технологии нужны вам и вашей семье, а от каких можно избавиться. И на заключительной стадии нужно составить оптимальный план потребления. Для закрепления эффекта разработан специальный комплекс упражнений. Первый этап. Осмысление. На этом этапе нужно осознать свою зависимость и понять, хотите ли вы сесть на диету. Вот лишь некоторые проблемы, которые мы имеем из-за технологической передозировки. Ожирение. Неумеренное использование технологий способствует малоподвижному образу жизни и набору веса. Лишние траты, которые постоянно увеличиваются. По данным Ассоциации потребительской электроники США, среднестатистическое домохозяйство потратило на потребительскую электронику 1380 долларов за 12 месяцев с середины 2009 до середины 2010 год. Что на 151 доллар. Или 12%. Больше, чем годом ранее. Отключение периферийного зрения. Когда вы пишете на ходу СМС или общаетесь в чате, вы игнорируете правила безопасности. Не видите, какой сигнал светофора включен и нет ли на вашем пути других людей, фонарных столбов, велосипедов и машин. Автор приводит пример, когда технологии должны были сослужить добрую службу, но стали причиной трагедии. Женщина сбила насмерть ребенка из-за того, что набирала за рулем сообщения о благотворительном мероприятии в церкви. Жатие времени. Из-за того, что мы можем связаться с кем угодно в любой момент, мы сжимаем время. Бросаемся решать рабочие вопросы, получив поздно вечером сообщения от начальника и среди ночи ищем в интернете подходящий отель, едва начав обсуждать семейный отдых. Мы боимся пропустить что-то важное, если несколько дней не будем проверять электронную почту и выходить на связь во время отпуска. Отсутствие неприкосновенности частной жизни. Все события жизни выставляются на всеобщее обозрение в статусе на Facebook, а семейные фото доступны миллионам пользователей соцсетей. Мы игнорируем настройки приватности и дружим с людьми, которых не видели ни разу в жизни, забывая уделить внимание близким. Цифровая диета – это шанс отфильтровать вредные технологии и оставить лучшие, которые помогут жить полной жизнью. Второй этап – перезагрузка. Оптимально начать диету в выходные, предупредив коллег и друзей, что вы не будете выходить в интернет несколько дней. На втором этапе вы немного отдохнете от технологий. Дни 1 и 2. Детоксикация. Первым делом необходимо физически отделить себя от электронных устройств. Сложите все гаджеты в коробку или ящик комода. Если некоторые из них слишком громоздкие, отключите их от сети и наденьте сверху мешок для мусора. Купите бумажный блокнот, который в ближайшие дни станет вашим ноутбуком. В течение 10 минут перед сном или утром записывайте в блокнот все, что придет в голову. Письменно ответьте хотя бы на один из следующих вопросов. Как вы лично общаетесь с любимыми людьми? Как бы вы описали свое отношение к технологиям? Вы упоминаете многозадачность в своем резюме, но ненавидите делать несколько дел одновременно. Беспокоит ли вас, что вы потеряете связь с окружающими, сев на цифровую диету? Составьте список электроники, имеющейся у вас дома, включая бытовую технику и старые мобильные телефоны. Больше, чем вы думали. Обратите внимание, насколько реже вы включаете кофеварку или пылесос, чем телевизор или смартфон. Затем попросите человека, которому вы доверяете, сменить ваши пароли в соцсетях, чтобы вы некоторое время не могли туда войти. Вы можете взять телефон из ящика с гаджетами и использовать его для звонков. Никаких смс и интернета. В течение диеты можно слушать музыку, читать книги, желательно бумажные и газеты. Старайтесь больше гулять, наблюдая за природой и людьми. Спите, общайтесь. Можете даже посмотреть старый фильм. Дни 3-5. Небольшая доза технологий. Вычислите ваш ИФ. Начните пользоваться устройством или услугой, которой пользуетесь больше всего, но не более 30 минут в день. Кроме того, вы можете тратить до 15 минут в день на другие устройства и услуги, но весь электронный день не должен превышать 45 минут. Попробуйте обойтись без помощи электронных карт и навигаторов. Вспомните о внутреннем компасе, посмотрите по сторонам, попросите прохожих объяснить, как попасть в то или иное место. Начните практиковать дома беседы с поднятой головой, когда все члены семьи смотрят не в гаджеты, а друг другу в глаза. Если кто-то нарушает это правило, остановите беседу. Очистите свой статус и ничего не пишите в течение дня. Вы можете читать сообщения в соцсети, но воздерживайтесь от публикаций. Если вы чувствуете необходимость чем-то поделиться с друзьями, позвоните, напишите короткое письмо или даже СМС, чтобы создать прямую связь. Дни 6-8. Оценка ущерба. В эти дни можно пользоваться любыми устройствами и услугами в течение часа. Записывайте в блокнот, сколько времени вы потратили на каждое устройство, стараясь понять, почему вы пользуетесь именно ими. Обсудите с членами семьи следующие вопросы. Что я боюсь потерять, перестав использовать гаджеты. От каких технологий я хотел бы избавиться за время диеты? Заменили ли технологии что-то из реальной жизни? Есть ли ощущение, что интернет влияет на личность? Затем оцените свои ощущения от диеты. Вы чувствовали себя изолированным? Боитесь ли вы, что мир ушел вперед без вас? Видите ли вы своих близких в новом свете? Попытались ли вы восстановить отношения с родственниками? В восьмой день диеты выключите звук на компьютере, отключите звуковые сигналы и оповещения на смартфоне. Ваша цель – побыть один день в тишине и оценить свои ощущения. Третий этап. Подключение. На этом этапе вам предстоит научиться строить отношения с технологиями и людьми по-новому. Используйте только то, что по-настоящему полезно. На этом этапе электронный день не должен быть более полутора часов. Дни 9-11. Технологии для жизни. Пришла пора избавиться от синдрома запястного канала, которым страдают практически все фанаты гаджетов. Основной симптом этого недуга – боль в пальцах рук и уменьшение подвижности кисти. Возьмите теннисные мячики, сжимайте и разжимайте их в течение 5-10 минут с небольшими перерывами. Начните отбирать технологии, которые полезны именно вам. Эрудит, шахматы, судоку и кроссворды наряду с другими приложениями способствуют поддержанию эффективной работы мозга, что снижает риск заболеть болезнью Альцгеймера. Смело скачивайте различные тренажеры для мозга и интеллектуальные игры, но не злоупотребляйте ими. Приложения, оптимизирующие ведение домашнего хозяйства, такие как Лондрипел, Гроусы Айкью и Дина Спина – наши друзья, а не враги. Многочисленные приложения, предлагающие комплексы физических упражнений, калькулятор для подсчета калорий и музыку для медитации помогут снять стресс и быть в форме. Активные видеоигры могут стать частью семейного досуга. Дни 12-15. Технологии для эффективной работы. На этом этапе предлагается изучить технологии, которые помогут повысить продуктивность. Автор предлагает обзор полезных гаджетов и программ от шумопоглощающих наушников до приложений, которые помогают достичь поставленных целей. Пересмотрите тарифный план для смартфона. Безлимитные тарифы, несомненно, выгодны, но при условии, что вы активно пользуетесь мобильным интернетом и отправляете десятки СМС. Подумайте об этом как с финансовой, так и с социальной точки зрения. Не пора ли заменить СМС и онлайн-общение на реальные встречи с друзьями? Продолжайте работу по оптимизации своего общения с технологиями. Отпишитесь от ненужных рассылок. Поставьте фильтры от спама. Возьмите за правило регулярно очищать список входящих, отправляя нужные письма в специальные папки и безжалостно уничтожая ненужное. Почаще нажимайте кнопку «Делит». Дни 16-18. Возрождение реальных отношений. Цель данного периода – договориться о встрече с близкими в режиме оффлайн. Формат может быть разным – от встречи в кафе до семейных каникул. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил в 2010 году, что эра частной жизни закончена. «На самом деле мы расслабились и делимся личной информацией с огромным количеством людей. Однако спросите себя, готовы ли вы сообщить своим друзьям с глазу на глаз то, что вы пишите в статусе». 5 января 2008 года и 5 января 2009 года стена Дэниела Сиберга на Facebook была исписана поздравлениями с днем рождения. Тем не менее, 5 января 2010 года его поздравили немногие, потому что в канун нового 2010 года он деактивировал свою учетную запись на Facebook. Совсем не обязательно полностью уходить из соцсетей, но автор советует сделать это временно, а затем вернуться, сократив список друзей до своей реальной социальной сети и защитить свою личную страницу настройками конфиденциальности. Четвертый этап. Оживление. На данном этапе диеты вы можете пользоваться электронными устройствами когда угодно. Только не забывайте все время задавать себе вопросы как «И зачем?». Дни 19, 23. Обновление. Определите границы своего электронного дня и следуйте правилу 15 на 5. Его суть в том, чтобы на каждые 15 минут, которые вы тратите на технологии, приходились 5 минут на получение сенсорной информации. Если вы 15 минут переписывались с помощью SMS, прервитесь и посмотрите вокруг. Глубоко вдохните, прислушайтесь, посмотрите людям в глаза, погладьте кошку. Проехала машина, поют птицы, пахнет бензином, смеется ребенок. Со временем краски станут ярче, звуки, четче, запахи, разнообразнее. Снова задайте себе вопросы, на которые вы отвечали в начале диеты. Что-то изменилось. Дни 24-28. Устойчивый уровень потребления. Настало время, когда пора возвращаться в реальный мир, наводненный технологиями. Измерьте свой ИФ снова и сравните его с измерениями, сделанными в начале диеты. Достаньте блокнот и запишите свои впечатления от диеты, что вас расстраивало, вдохновляло и что пошло вам на пользу. Каждый раз, собираясь купить новое устройство, подписаться на сервис или скачать приложение, вы принимаете сознательное решение включить его в свою жизнь. И если вы все-таки считаете, что новое приобретение вам необходимо, задумайтесь, можно ли отказаться от чего-то, чтобы снова не перегружать свою жизнь технологиями. Оптимизируйте свое потребление технологий. Спросите себя, нужны ли два сотовых телефона, четыре адреса электронной почты, 20 списков рассылок и три социальные сети. Если считаете, что нужны, постарайтесь объяснить самому себе зачем. Старайтесь чаще включать на смартфоне режим полет, во время сна, обеда, общения с детьми. Старайтесь, чтобы на мониторе было открыто только одно окно и не более пяти вкладок. Следите за цифровым поведением других людей. Если дядя кладет смартфон на стол во время семейного обеда, вежливо попросите оставить его в кармане. Если кто-то пытается написать СМС, когда самолет взлетает, сделайте замечание. Глава третья. Жизнь после диеты. Мы никогда больше не будем жить в хижинах, готовить на огне и выходить в интернет с помощью модема. Технологии никуда не исчезнут, а станут только сложнее и разнообразнее. Анализируйте, осознавайте, взаимодействуйте и будьте интерактивными. Выбирайте то, что лучше для вас и вашей семьи и отфильтровывайте лишнее. 10 принципов цифровой диеты. Если после диеты продолжить вести прежний образ жизни, лишний вес вернется. Цифровая диета действует так же. Не стоит забрасывать полезные привычки по окончании 28 дней поста. Ведите себя вежливо. Не бросайте смартфон на стол в ресторане или дома. Его место в кармане или в сумке, кроме случаев крайней необходимости. Живите в реальном мире. Если вы хотите обновить статус или написать что-то в блоге, подумайте, готовы ли вы сказать то же самое лично первому встречному. Спросите себя, нужен ли вам тот или иной гаджет. Прежде чем купить новую игрушку, подумайте, нужна ли она вам на самом деле. Пользуйтесь технической поддержкой. Просите о помощи и пробуйте программы, которые помогают контролировать распределение времени, проведенного за компьютером. Регулярно устраивайте детоксикацию. После завершения диеты устраивайте разгрузочный день без гаджетов, по меньшей мере один раз в месяц. Оптимально, если вы будете это делать всей семьей. Уберите электронное устройство из спальни на время ночного сна. Или человек, или устройство. Старайтесь выбирать людей, а не гаджеты. Бывает непросто оторваться от компьютера или смартфона и уделить внимание ребенку, супругу или другу. Тем не менее, нужно стараться пользоваться устройствами в личное время, а не когда вы с кем-то общаетесь. Помните о принципе «если» — то. Выбор, который вы делаете в виртуальном мире, может влиять на реальную жизнь. Если вы не можете иногда откладывать гаджеты, то теряете возможность оценить прекрасные моменты жизни. Структурируйте свой электронный день и четко определите диапазон времени, когда вы доступны. Доверяйте инстинктам. Если вам кажется, что вы тратите много времени на электронные сети, онлайн-игры и бесконечные СМС, вероятно, так и есть. Позитивная компьютеризация. Одним из популярных течений, пропагандирующих разумный подход к технологиям, является позитивная компьютеризация. Во главе движения стоит Линда Стоун, бывший топ-менеджер Microsoft и Apple. Она продвигает идею чувств и ощущений вместо дел и действий и сама является отличным примером дозированного использования технологий. Сторонники позитивной компьютеризации призывают устанавливать приложения, которые помогают в течение дня, но не использовать технологии там, где можно без них обойтись. После перехода на осознанное потребление технологий вы вновь почувствуете вкус и запах реальной жизни и начнете получать удовольствие от личных контактов с близкими. Тем не менее, нет ничего страшного в том, что вы прокомментируете пару постов на Facebook или напишите за вечер несколько СМС. Превращение из раба в господина. Технологии должны вдохновлять, а не отвлекать. Так считает Дрюка Таока, создатель сайта Вэлит Дзен, пропагандирующий невозмутимое отношение к технологиям. Семь принципов Дзен Буддизма как нельзя лучше применимы по отношению к технологиям. Факенсей – асимметрия или дисбаланс. Не проверяйте имейл постоянно. Кэнсоу – простота или избавление от беспорядка. Закройте старые учетные записи и не носите с собой слишком много гаджетов. Коко – аскетизм. Рационализируйте устройства, услуги и список контактов. Шайзен – естественность или непринужденное творчество. Позволяйте своему разуму отдыхать от гаджетов. Юган – глубокомысленность, а не откровение. Живите настоящим, наслаждайтесь моментом, не привлекая к себе внимания с помощью устройств. Датцазока – свобода от привычек или формул. Иногда заходить в интернет совсем неплохо, но нужно делать перерывы, чтобы почувствовать, что вы контролируете свои привычки. Эйджака – спокойствие и энергичная невозмутимость. Ходите на прогулки, глубоко дышите и старайтесь задействовать все органы чувств. Заключение. Цифровая диета – это замечательная возможность оптимизировать свои отношения с технологиями и вновь почувствовать, насколько хороша реальная жизнь и живое общение. Прежде всего, определите, нужна ли вам диета, ответив на несколько вопросов, предложенных автором. Если вы ответили, да хотя бы на один из них, нужно осознать проблемы, которые являются следствием технологической передозировки. Работая в режиме многозадачности, мы теряем способность правильно расставлять приоритеты и доводить начатое дело до конца. Создавая аватар в социальных сетях, мы перестаем отличать реальную жизнь от виртуальной и перестаем полноценно общаться с теми, кто нам действительно дорог. Наши электронные дни становятся бесконечными. Мы просыпаемся от звонка будильника на смартфоне, проверяем имейл и обновляем статус на Facebook, не успев позавтракать. Мы доступны в режиме 24 на 7 и боимся ненадолго выключить смартфон, чтобы не упустить что-то важное. Мы бережно храним терабайты цифрового хлама, которым невозможно пользоваться, как можно найти нужное фото или сообщение среди многих тысяч. В начале диеты необходимо вычислить свой ИФ, индекс виртуального веса и приложить усилия к его снижению. Диета состоит из четырех этапов и длится 28 дней. На первом этапе вам предстоит осознать, почему избыток технологий отравляет жизнь. Вы страдаете от гиподинамии, рискуя набрать лишний вес, тратите на гаджеты значительные суммы денег, подвергаете свою и чужие жизни опасности, когда набираете сообщения за рулем или на ходу. Сжимаете время, мгновенно реагируя на запросы и сообщения в любое время суток, лишаетесь личного времени и пространства. Второй этап диеты включает двухдневное технологическое голодание и постепенное дозированное осознанное добавление технологий. На третьем этапе вам предстоит тщательно отобрать те устройства и программы, которые вам действительно нужны, и начать возрождать реальные отношения с близкими. На завершающем этапе диеты нужно добиться устойчивого уровня потребления технологий. Завершив диету, вы рискуете вновь набрать лишний виртуальный вес, если будете игнорировать 10 основных принципов цифровой диеты. Практикуйте идеи позитивной компьютеризации, и тогда вы почувствуете себя хозяином собственной жизни. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Книга озвучена каналом Financial God. Если понравилось, не забудь оценить и подписаться на канал. Полную версию этой книги можно приобрести по ссылке в описании. Субтитры создавал DimaTorzok